Добрый день, дорогие друзья! Мы продолжаем наше изучение Торы. И глава называется Тазря. Это законы нечистоты. Сегодня у нас новая неделя, шаотов. Начинается глава Тазрята. Если женщина зачнет и ради циина, то нечиста она будет 7 дней, как во время ее обычного отстранения, будет она нечиста, а потом на восьмой день сделает ему обрезание, и 33 дня она еще будет очищаться от кровей своих и в храм ходить не может. Раби шломает скаки, говорит Раши. Говорят наши мудрецы, Раби Семлай, он говорит, зачем писать, если зачнет и родит? Если родит, понятно, что зачнет. Зачем это все писать? Раши говорит, что это означает, что не только если она зачнет и родит ребенка, а если даже у нее случится выкидыш там или в раздавленном виде плода, или какой бы ни был плод, все равно она будет 7 дней нечиста. Значит, первые 7 дней она не может спать с мужем. Вот идеальные роды, никаких разрывов, спать с мужем не может. После этого может. А 33 дня, говорится о том, что не может она входить в храм. Не только эти 7 дней, но еще и 33. И получается вместе, если родит мальчика, 40 дней в храм войти не может. Тора говорит, а если она родит девочку, то тогда она будет нечиста 14 дней. Это 14 дней, она не может спать с мужем после родов девочки. И 66 дней не может войти в храм. Тогда получается 14 и 66, 80 дней. То есть, в два раза больше очищение идет за девочку, чем за мальчика. Наши мудрецы говорят, что зачнет и родит сына. Есть разные комментарии к этому. Если женщина, допустим, первая получит оргазм, то родится мальчик. А если мужчина, то девочка. И там много еще других комментариев есть на эту тему. Но интересно, что... Почему это за девочку 80 дней очищения, а за мальчика 40 дней очищения. То если мы смотрим... Значит... Родился мальчик. Мы сделали обрезание. Получается, что он уже часть заповедей выполнил. А за девочку, получается, надо еще очиститься. Но зато у женщин обязанность соблюдать всего три заповеди. Надо свечи шабата зажечь. Нужно халы к шабату приготовить. И законы чистоты. Надо соблюдать. После того, как последняя кровь у женщины была, отсчитывается семь дней, и она может спать с мужем. Вот эти законы, это три обязанности женщины. Так хорошо она очищается, что вот у нее всего три заповеди. А у мужчины получается 613 все. То есть, у женщин в этом плане легче. Получается вот так. Можно это так понять. Потом написано, что после того, как она все сделает, родит ребенка, она приносит определенные жертвы, сейчас не будем разбирать точно, но среди жертв приносит грехочтительную жертву. Что это вообще такое? Грехочтительная жертва, это жертва приносится за грех. Что она совершила? Родила женщина, нормальный ребенка. Какой она может грех совершить? Наоборот, когда рождает ребенка, наоборот, это очень хорошее дело, и грехи какие-то прощаются. Это не просто так. Так вот, интересные комментарии наших мудрецов. Когда женщина рожает, то она кричит и говорит из этих страшных болей, она говорит, я больше не буду с мужем моим иметь отношения, чтобы так не страдать. И так она кричит, и поэтому она как бы обед дает такой. Вот в этом, получается, и состоит эта грехочтительная жертва, чтобы ее очистить именно от того, что она это говорила. Потому что потом проходит боль, и все начинается сначала, все хорошо, и поэтому нужно принести грехочтительную жертву. Вот так вот. Там в зависимости, если она в состоянии принести количество жертв, которые указаны, нет, там меньшее пишется жертву, можно принести, если она не богатая, допустим. Это все нормально. Но обязательно жертва кричитительная обязательно будет. Вот такой вот интересный закон у нас есть. А на сегодня наш урок заканчивается. Урок был дан за поднятие души Мойша бен Давид, Берта Бат-Исраэль, памяти Павел бен Ефим, Яков бен Ахум, Владимир бен Григорий, за здоровье Давид бен Стелла, Светлана Бат-Клара, Шолом Йона бен Цара, Шимон бен Исхак, Инна Бат-Мира, Борис Бен Мария, Мойша Бетмания, Анна Бат-Ривка, Рахель Бат-Лилия, Полина Пер-Бат-Соня Сура, Лена Бат-Клара, Стелла Бат-Тейла, Женя Бат-Ида, Анна Бат-Елена, Эфим Бен Эстер, Двойра Бат-Мирия, Моисей Бельева, Ирина Бат-Двора, Йосипин Раиса, Инесса Бат-Моэль, Евгений Бен Берта, Евгений Бат-Ита, Фера Бат-Ана, Геннадий Бен Рена, Лена Бат-Инесса, Ольга Бат-Светлана, Йосип Дан Бен Цара, Таня Бат-Фрида, Ида Бат-Рива, Вадим Бен Татьяна, Юлия Бат-Белла, Яков Йосип Бен Рахель, Шимон Бен Мира, Фейга Бат-Берта, Ася Бат-Года, Марк Бен Нина, Ира Бат-Вера, Леон Берк Лара, Рафаэль Бен Клара, Хана Цепора Бат-Сара, Ида Менхая Вилла, Зим Бен Соня, Майя Бат-Фаина, Алексей Бен Ольга, Клара Бат-Броня, Гая Бат-Сарид, Игорь Бен Сара, Маза Барса Сгула, Ирина Бат-Ри, Арон Рей Бен Уи, Зарос Шадух, Арон Рей Бен Гора, Гиз Беноков и Галь Бат-Сара, Ханна Бат-Аврагам, Рафаэль Рилей Бен Лариса, Галя Бат-Геданья, Парасай Брют, Ларь Бен Рая, Анна Бат-Александра, Марина Бат-Рая, Борис Бен Марина, Алексей Бен Наталья, Всего хорошего, Олег Бумарченко, Всем браха, Параса, Кавана, Мазал, То, Что мы в это время не грешили, Учили Тору, Всем желаю крепчайшего здоровья, И пусть срочно закончится Эта страшная война, И до следующих встреч, Шауатов, Шаалом.